МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опасность экологической катастрофы. В Кунгуре ликвидировали утечку ядовитого топлива на железнодорожных путях. Погорельцам нужна помощь. Кунгурская семья Харитоновых ждет поддержки горожан. Экологическая опасность. На железнодорожной станции Кунгур специалисты ликвидировали утечку ядовитого газолина из цистерны. ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье. Нештатную ситуацию заметил машинист встречного состава на перегоне Шаля-Кунгур. На ходу из емкости выливалась прозрачная жидкость. После сообщения диспетчеру поезд остановили. И пока специалисты занимались ликвидацией утечки углеводорода, имеющий резкий запах, Управление гражданской защиты приняло решение временно эвакуировать жителей ближайших домов деревни Беркутова в безопасное место. Глубокой ночью десятки жителей на специально организованных автобусах отправились в здание школы номер 21. Барвота-то позвонили, говорят, собирайтесь, утечка газа. По тревоге на место ЧП выехал глава города и депутаты Кунгурского муниципального района. Вадим Лысанов лично контролировал работу по приему и размещению жителей. Неравнодушные депутаты, узнав об эвакуации, пришли на помощь, организовав горячий чай для всех эвакуированных. Алексей Николаевич Тюлькин позвонил мне, на часах было примерно три ночи. Сказал, что в филипповском поселении, а это непосредственно наше поселение, где мы являемся депутатами, произошла нештатная ситуация, утечка нефти. И мы, естественно, чтобы помочь жителям в каких-то организационных моментах, в это все поднялись, так скажем, по тревоге. И все, мы здесь сообразили, сразу поехали, купили чай, конфеты, кофе, сахар и приехали сюда. А на месте ЧП специалисты экологической службы «Экоспас» ликвидировали утечку. Ну а сотрудники МЧС обработали место разлива противопожарной пеной. В результате случившегося никто не пострадал. Была угроза воспламенения и взрыва. Подняты были все экстренные службы. Было принято решение эвакуировать жителей Беркутова. Первоначально проходила информация, что это территория города. И первыми были подняты службы наши, городские. И прибыв на место, не было уже времени смотреть территориально, чья-то территория городская или районная. Было принято решение, и была дана команда сотрудникам поднимать людей, эвакуировать. Параллельно были подняты службы Кунгурского района. И вот я считаю, что благодаря совместной такой работе города и района люди были эвакуированы, развернут пункт временного размещения. В 21-й школе был поднят автотранспорт пассажирский для перевозки людей. Жителям, которые проживают в зоне аварии, на данный момент ничего не угрожает. Я думаю, что авария будет устранена через несколько часов. В выходные на месте разлива, площадь которого составила почти 30 квадратных метров, работали сотрудники, ликвидируя последствия утечки. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Люди тем временем вернулись в свои дома. Семейная трагедия. Ранним утром субботы 23 января в Кунгуре загорелся частный дом. О пожаре сообщили соседи, заметив яркое пламя, вырывавшееся из-под крыши одноэтажного здания по улице Зеленая. Прибывшие огнеборцы приступили к тушению огня, попутно обследуя жилища на наличие людей. В дыму пожарные обнаружили тело мужчины. Спасти его не удалось. В семье Харитоновых случилась трагедия. Найденный на пожаре мужчина оказался сыном хозяина дома. Игорь Леонидович был в ту ночь на работе. Его дочь с маленьким ребенком ушла в гости. Ну а сын пришел, дабы протопить печь. На улице был мороз. Но что-то пошло не так. Ранним утром пламя в печи вышло из-под контроля. В семь утра соседи выходили собак кормить. То есть, они еще не было, еще ничего. Соответственно, в восьмом часу где-то в восемь часов утра это все. Откуда началось гореть? С задней части дома. Там же котельная баня. Да, котельная баня. Но думаю, что скорее всего со стороны котельной. Огонь уничтожил буквально все. Сгорели документы, вещи, бытовая техника. Сразу после трагедии в социальных сетях появился призыв о помощи. Люди откликнулись моментально. Остаться без всего, да еще и с маленьким ребенком на руках ситуация не из легких. Проживавшая в этом доме Мария Харитонова сейчас с трудом сдерживает слезы. Кое-какие вещи, предметы первой необходимости уже собрали. Очень много людей, кто в социальных сетях привезли очень много вещей. К нам на адрес тоже приезжали люди, тоже помогали, привозили очень надежду для ребенка. Игрушки тоже. Много людей очень откликнулось. Помогли с продуктами, то есть и каши для ребенка. И как бы, да, есть на первое время, то есть все, что сейчас в данный момент проблемы с жильем. То есть сейчас мы находимся у брата, который погиб. У погибшего брата осталась семья и дети. Они живут в квартире неподалеку. Там же сегодня прошла церемония прощания. Сейчас главная задача в семье Харитоновых справиться с болью утраты мужа, сына и брата. Жилищный вопрос пока остается открытым. Две стены полностью выгорели. Внутри? Да, со стороны, со стороны, задней стороны дома, обе стены выгорели полностью. То есть дом уже? Нет, не подлежит установлению. Ну, пока нахожусь у Смахея, который сын погиб, жена, сын. Пока нахожусь у нее, дальше не знаю, как обращаться к кому-то было, наверное, все равно насчет жилья. Потому что дочь с маленьким ребенком все равно где-то надо находиться, где-то жить. В соцзащите Кунгура погорельцам помогли собрать вещи. Для этого в ведомстве есть целый кабинет, куда можно принести ставшие ненужными одежду и игрушки. Семья Харитоновых сейчас не откажется от любой помощи. Бытовая техника, стройматериалы, денежные переводы. Даже просто моральная поддержка поможет вновь встать на ноги. Связаться с семьей погорельцев можно по телефону 8 950 468 37 79. Большое спасибо всем тем, кто откликнулся, кто помогал, привозил. И в соцзащите, которая присутствует здесь, которая тоже помогает. Всем большое спасибо. Вячеслав Горецкий, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин. Телеканал Кунгур ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова